Индекс РТС 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 Если все-таки будет принято решение в обозримом будущем вернуться к покупкам валюты, мы знаем, что это приличные для января были числа, и теперь не откажется ли это дополнительное давление на рубль, мы видим, что рубль серьезно восстановился в рамках того диапазона, в котором он находится. Я думаю, что сейчас, говоря о возобновлении покупок Банка России, я бы не торопилась с ожиданием возобновления покупок, потому что здесь нужен не только уровень, но и триггер к волатильности, чтобы исчез. То есть нам нужно не только увидеть рубль крепче 75 или 74 или чего угодно, нам нужно, чтобы ушел и потенциальный триггер для волатильности и неожиданных изменений. То есть нам нужна стабилизация на геополитическом фронте. Поэтому я думаю, что нам придется дождаться пока еще хороших новостей и какой-то определенности, прежде чем говорить о возобновлении покупок. Это значит, что они могут быть отложены до конца марта или начала апреля. Сейчас при текущих ценах на нефть это экономит, так сказать, дополнительный спрос на валюту в размере около 8 миллиардов долларов. Если этот объем вернется, то мы будем ждать возвращения рубля к уровням ближе к 75-76. Если же покупки не возобновятся до апреля, то это может создать такой апсайд для рубля, который по году будет условно эквивалентен 3-4% дополнительной крепкости в рубль. Последний вопрос. Извините, несколько наглый, может быть, вопрос нескромный. Софья, какой бы вы задали вопрос на пресс-конференции, потому что она для журналистов, а не для экспертов. Эльвирис Сахипзад, мне пятница. Я думаю, что сейчас основной вопрос, который беспокоит, наверное, аналитиков, как отличается честный прогноз Банка России относительно инфляции и тот, который будет в итоге опубликован. Насколько высок был или будет на самом деле прогноз, который увидит Банк России в своих расчетах. То есть, насколько будет разница в политическом прогнозе и условно в таком модельном прогнозе Банка России. Спасибо вам огромное за ваше мнение, за ваши комментарии. Это была Софья Донец, с нами на связи директор экономист по России и СНГ, инвесткомпании «Ренессанс Капитал». Смотрим на ситуацию на рынках в целом и отмечаем для себя с удовлетворением, что продолжаются расти котировки нефти. Около процента, сейчас чуть ли не процент, стали прибавлять котировки «Бренд». Отметим, что импорт в США вырос на 16%. Вроде как наладилась погода в Новороссийске, там ситуация меняется, переговоры с Ираном идут. Но в целом спрос на нефть пока существенный, и это двигает котировки вверх. Плюс, может быть, еще и геополитический фактор. В общем, везде нюансы. Нюансы в Европе. Там ситуация улучшается. Туи, это крупнейшая туристическая компания Европы, как мы знаем, рапортует о том, что на 22% выросли букинги туров. У нас авиакомпании сообщили о том, что на 50%, ну почти на 50% выросли пассажиры перевозки. По сравнению с прошлым годом, восстановление идет, оно безусловно с нами. Ну и индексы тоже растут. Растет, так сказать, возвращается постепенно на рынке неуклонный аппетит к риску. Но есть нюансы. Вот об этих нюансах мы поговорим с Евгением Коганом, который любезно согласился нам прокомментировать текущую непростую ситуацию. Жень, привет. Ну вот прочитал твой телеграм про анекдот, про нюансы. Я все-таки не рассчитываю на то, что ты его расскажешь всем телезрителям. Но мы все его знаем прекрасно. Давай поговорим не об этих нюансах, а о том, что делать в этой непростой ситуации. Стакан все-таки больше полон или пуст? На твой взгляд. Ты знаешь, во многом все зависит именно от геополитики. Я не буду заниматься гаданием на кофейной гуще. Мы прекрасно знаем, что завтра собираются уже непосредственно эксперты, которые будут разговаривать со всех сторон. Я имею в виду и со стороны России, и Украины, и Германии, и Франции. И обсуждать вот те самые нюансы минских соглашений, нормандского варианта. И вот там многое может быть понятно. Это то, что касается российского рынка. Ну а что касается глобального рынка, мы же прекрасно понимаем, что тэперинг завершается. Завершается он в этом месяце. В марте, и это консенсус прогноз, мы увидим рост процентной ставки. И опять же, все прекрасно понимают, что, скорее всего, Пауэлл будет жестить так же, как и Эльвира Сахебзадовна. То есть я согласен с коллегой, что, может быть, нам бы хотелось бы 50 базисных пунктов по рублю или 75, но меньше, чем 100 базисных пунктов Эльвира Сахебзадовна не сделает. Это тоже точно. А то еще 125. Ну это шучу. В данном случае, я думаю, что Пауэлл будет достойным учеником. У нее она раньше начала, поэтому я смеюсь, конечно, но тем не менее. И пожестит немножко тоже, поэтому я думаю, что может вполне начать с 50, и это будет первое довольно серьезное повышение. Хотя, честно говоря, американский рынок уже давно именно это заложил в своей котировке. Поэтому сперва испугались, потом сказали, ну ладно, и запели свою традиционную песню, так сказать, про зайцев, то есть насчет того, что нам не страшен серый волк, но и вообще. Евгений, вот январь, мягко говоря, не задался. Ну у кого как, кто покупал САРК, там просто шартил какие-то бумаги, может быть, в январь вышел прекрасным. Но вспомним прошлый январь, помнишь, там Мемстокс были тогда в ходу, был захват так называемой Капитолия и прочее, там еще было веселее, но уже с другого конца. Так что иварь у нас по традиции уже веселый. Двумя годами раньше ковид появился вдруг внезапно, сначала в него не верили, отрицали. Вот, и теперь вроде как он от нас все-таки наконец-то уходит через два года, еще пока до конца не ушел. Сейчас, когда все-таки экономика мировая, если мы такой сценарий рассматриваем как основной, что из ковида мы выходим, стоит ли на этом играть, делать какую-то ставку, либо все отыграно частично, и дальше лучше будем посмотреть? Ну, смотри, тут ситуация такая. Первое. Мы прекрасно знаем, что прошлые годы, а именно и 20-е, и особенно 21-е, правило бал ее величества госпожа ликвидность. То есть огромная масса денег шли на рынки, и они, собственно говоря, создавали те самые позитивные, скажем так, волны, поэтому все росло. Вот когда, как говорится, не бросишь, куда не воткнешь палку, все растет. Вот. Ликвидность будет уходить с рынков. Это означает, что год будет сложный. Но, ты знаешь, мой прогноз такой. Февраль, я думаю, что еще будет непростой. Обрати внимание, мировые рынки упали. Хорошо, вот как раз здесь график S&P. Мы видим, что S&P практически дошел до основного исторического максимума, 4800 почти. Свалился чуть ниже, чем 4300, и сейчас примерно находится на уровне половины, так сказать, чуть выше. От сколько классика жанра. Я думаю, что еще февраль у нас будет такой творческий. А что касается первой половины года, я не удивлюсь, если рынки все-таки захотят порасти. Почему? Денег много. Мировая экономика восстанавливается. Темпы восстановления хорошие. Обрати внимание на цену на нефть. Несмотря ни на что. Несмотря на попытки американцев понизить ее. Несмотря на то, что они уже во все обнимаются с Ираном, только чтобы эти объемы, то, что нефти тоже вышли на рынок, ничего не останавливает. Мы уже видим почти 92-93 котировки. И это очень круто. Это говорит о том, что спрос в мире хороший. Обрати внимание на спрос на автомобили. Да их не успевают привозить в салоны. Ну и так далее, и там подобное. Поэтому спрос в мире очень хороший. И инфляция, ты знаешь, это в принципе, конечно, штука страшная. Особенно, когда регуляторы с ней борются. А борются они довольно жесткими методами. Пока они не начали продавать активы с баланса, я имею в виду, прежде всего, ФРС, я думаю, все будет не так страшно. Скорее всего, это ядерное оружие они используют не сейчас. Поэтому, да, они поднимут один раз ставку, посмотрят, что происходит. Они, возможно, поднимут еще один-два раза где-нибудь к лету. И рынок будет все это закладывать цены. И не удивлюсь, если по S&P мы снова увидим и 4700, и даже, может быть, 5000. Но еще раз говорю, я думаю, что будет год непростым. Будет перелив капитала. Если, например, в предыдущие годы все интересовались, прежде всего, бигтехами, это и Амазон, и, ну, мы знаем, и Эппл, и другие компании, которые стали двух-трех триллионниками и так далее, я думаю, что, во-первых, деньги пойдут в реальный сектор. Прежде всего, я думаю, кстати говоря, в банковский. Почему? Обратите внимание, доходы банковского сектора в 2020 году 1,6 триллиона рублей. Уже в 2021-м, когда высочайшие были у нас ставки, уже поднимались постоянно, 2,4 триллиона рублей. Это много. Резкий рост. Почему? Потому что банки, как известно, зарабатывают у нас и процентные доходы. Когда низкие ставки, они зарабатывают в основном только комиссионные. Следовательно, когда начнут расти процентные ставки, для некоторых отраслей это удар сильный, а для банковского сектора, наоборот. Это хорошо. Ну, вот ты заметил, что, наверное, мы с тобой не раз обсуждали банковский сектор США. Там тоже есть свои лидеры, там тоже рекордные прибыли. Опять-таки, банковская отчетность такая немного вещь в себе. Но и американский банковский сектор здоров, и российский банковский сектор здоров. Понятно, что сейчас мы тут читаем новости. Блумберг больше не читаем, хотя по работе все равно. Куда же от него деться, от новостной ленты этой несчастной. Но так фильтруем. С другой стороны, есть еще, честно, более-менее приличные издания. Они остались там, в меньшей степени, может быть, FT. Они после Brexit все больше пишут про свои дела. Но вот Wall Street Journal, там тоже, если статья какая-то появляется, заглавная, на нее стоит обращать внимание. И вот там что-то они стали... Сегодня вышла статейка, я отслеживал как раз. Всегда интересно, о чем пишут именно, о чем мы будем говорить. Как правило, они про Россию пишут очень хорошо в Wall Street Journal, в отличие от всех остальных. То есть такого, как CNN или там New York Times, Washington Post. Там такого всплеска какого-то неожиданного без последствий вряд ли бывает. Они могут написать что-то плохое, что-то хорошее. Сейчас они пишут о том, что якобы еще пока не ясно. Но вроде как новая холодная война, Россия плюс Китай против остального мира. Вот такой сценарий как-то он немножко пугает. Хотя, в принципе, мы видим эти тенденции и никуда от них, наверное. Смотри, то, что тренд идет... Кстати говоря, американцы прекрасно понимают, что не Россия, их основной соперник и противник. Они прекрасно понимают, что Россия это всего меньше, чем 2% мировой экономики. Это как бы не настолько существенно. Их больше волнует прежде всего Китай. Так что я думаю, что американцы еще с китайцами, скажем так, померяются мышцами. Я не говорю про военные конфликты, не дай бог. Нет, я говорю прямо про экономические, про какие-то виды таможенных войн, тарифы и так далее. Но, тем не менее, ты знаешь, вот в этом году я дал своим управляющим задание увеличить локацию как раз на китайский рынок. Почему? Весь мир ставки поднимает. А вот китайцы как раз начали стимулировать свою экономику. Они уже два раза снизили ставочку, они ликвидность заливают. Так что я думаю, что китайский рынок будет интересен. Только я против того, что покупать вот эти вот компании типа Байду или типа Алибаба. Там огромное количество интересных историй, которые могут вырасти значительно. Ну, по крайней мере, как я это сегодня вижу. А что касается России. Смотри, я думаю, что геополитическое напряжение рано или поздно спадет. Какие-то санкции мы за что-нибудь, не важно за что, это уже, так сказать, ты знаешь, дело такое. Получим мы обязательно. За что-нибудь обязательно. Обязательно, но как без этого. Это вот чемпионат мира по санкциям. Как не окрести? Так вот, в итоге, смотри, тут мы просто сидеть будем и гадать, насколько это ударит, не ударит. То, что могут нам дальнейшие технологические санкции дать и отрезать еще больше от мира технологии, это к бабке не ходи. Но от газа и нефти не отрежут, потому что они отрежут сами себя. Это понятно. Спасибо. И банки, которые занимаются... И банки тоже, да, но об этом сегодня и говорили как раз. И алюминий, как ты помнишь. Огромное спасибо Евгению. Евгений Хоган, МС-банкир, профессор НИУВШ, автор телеграм-канала, был с нами на прямой связи. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова